Для красоты и здоровья в Славянске-на-Кубани стартовала Спартакеада трудящихся города под девизом «За единую здоровую Кубань». 27 февраля в Центре спортивной подготовки «Олимпиад» состоялось торжественное открытие нового спортивного года. В Спартакеаде приняло участие 8 команд. Поприветствовать участников праздника спорта пришел глава города Александр Берсенев. Это праздник спорта и здоровья. Но в свое время пандемия нас немножко поставила на паузу. Больше года мы не встречались и не проводили такие мероприятия. Но сегодня мы в этом году первый раз с вами встречаемся. Хочу поблагодарить руководителей ваших предприятий, которые именно участвуют в спортивной жизни каждого своего предприятия и, думаю, тоже борются за здоровый образ жизни. Как и любое спортивное мероприятие, Спартакеада трудовых коллективов началась с разминки. Провела ее воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер один, чемпионка Южного федерального округа по прыжкам в шестом Дарья Игнатова. Право-влево, на четыре счета. Упражнение на правую сторону. Начинай. Раз, два, три, четыре. Хорошо размявшись, команды приступили к соревнованиям. Им необходимо было сдать нормативы ГТО. Стоит отметить, что Спартакеада уже стала традиционной. Проводится более десяти лет. В ней принимают участие не профессиональные спортсмены, а работники городских учреждений и организаций. Один из постоянных участников – команда Славянской центральной районной больницы. Славянская ЦРБ у нас очень активно участвует в спортивной жизни нашего района, а также в здравоохранении Краснодарского края. Наша организация на первом месте по всему Краснодарскому краю в сдаче норм ГТО. Принимают участие у нас все сотрудники всех отделений. Сейчас на данный момент принимают участие травматология, инфекция, неврология, администрация. Поэтому очень рады спортивный азарт, интерес для сотрудников. Очень хорошо. В Спартакеаде принимают участие люди самых разных возрастов и профессий. Главное, что их объединяет – любовь к спорту. Самому возрастному участнику Спартакеады было 70 лет. Лилия Гурина – участница команды Славянского сельскохозяйственного техникума. Всю жизнь дружит со спортом и не упускает возможности позаниматься. Настрой боевой. Пришла поддержать свою команду. Занимаюсь спортом почти регулярно. Вот. Что добавить. А что для вас спорт значит? Жизнь. Одним словом. Спорт – это жизнь. Потому что без этого просто нельзя жить. Одной из самых представительных команд была сборная войсковой части 26-356. В ее составе 21 участник. На Спартакеаде им удалось установить несколько личных рекордов. Например, отжаться 100 раз. Как только узнали, что соревнования после карантина возобновляются, сразу приняли решение участвовать в них. Третий раз мы уже принимаем участие. Конечно же, очень ждем этой Спартакеады. Готовимся, стараемся готовиться. Потому что очень заинтересованы части. А наш как? Если физически развитые ребята, они тогда и во всем будут все отлично выполнять свои задачи. Поэтому мы этого ждем, конечно. И стараемся везде принимать активное участие. По итогам соревнований среди женщин первое место по сдаче нормативов ГТО заняла команда сельскохозяйственного техникума. Среди мужчин лидерами стали представители команды филиала КубГУ. Спартакеада продлится до конца года. Впереди спортсменов ждут соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, дартсу, шахматам и шашкам и многому другому. По итогам всех видов и будет определен самый спортивный трудовой коллектив города. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».